тема немножко другая и так некоторым из вас предстоит осваивать гектары как бы они хотели осваивать гектары вот надо свести труд до минимума первое умоляю откажитесь от перепадки почвы забудьте эти книги я их не называю дебил это классика это какой засады закладывались и сейчас и даже двадцать первом веке и два агроном должен быть у не диплом агроном 100 процентов знает начинаем с закладывания этих минеральных удобрений и перепасть все если закладываться умоляю ребят даже по если вы промышленность закладывайте не перепахивать основа будущего сада не тронут и дёрнут я не буду сейчас комментировать я показываю это мои ученики это один ученик без деталировки это 2 ученик видите трактора не было третий ученик видите трактора не было а вот здесь особый случай я сдавал экзамен всего 7 лет назад купил этот участок я закладываю садки он у меня должен сразу и быть из то и сразу идеально и сразу без полива ну не считая первый год и и сразу без эти без удобрения это единственный случай вот да просто и не было бы этих удобрений но оставил прежде хозяин там где-то машину этого перегноя привез то воспользоваться не успел я же это самое не не мог как-то я перегноя не использую использую вот так я ничего не нарушил прошли годы я же сам как вам сад как вам сад вы сами успели здесь вырастить междурядьях мы могли с вами вырастить молодежь а почему междурядьях потому что другого места не нашли и так получилось следующее и теперь представим себе что вы взяли гектар 2-3 здесь всего 10 соток это он кажется большим а гектар 2-3 есть уверенно что ваши семена можно взойдут проклюнуться сразу на постоянное место но мой совет допустим это гектар вот так вот глядите но представим себе что там забора нет он прошел дальше и вы готовы его охранять у вас и техника потому что уже через месяц 20 зарастет правой так что уже надо косить а гектары косить вот это без заказа это дохла нога вот еще понятно где-то близко к самим штамбам надо косить ручную это понятно а между рядях уже надо косить трактор но на каждой вот такой вот вот такой вот вот такой вот вот такой вот надо садить несколько костик чтобы гарантия была лишняя кстати вам кажется крутовато она потом сядет это же рыхло все она потом потом даже вот я потом через халет показывал и холода не видно так все это как-то сплющилось подожди размыли все сплющилось но несколько сеянцев на одном как то можно потом лишнее даже использовать вот теперь дальше на этом на этом на этом кто видел в углу вот надо опять ребенку деньги передать на еду еще одному вот видели сейчас мелькало это моя жизнь и есть потому что не обижайтесь за цены а вот очередное послание вот она сейчас только мелькало так вот смотрите дальше значит 3-4 взошло но 3-4 ну хотя бы 3 садим чтобы она взошла уже год уже растет уже на постоянном месте окупе то что 3 по 20 60 рублей вот учитывая что когда-то это дерево даст сотни ветер сотни ветер грунт сотни ветер абрикосов это нормально вот и тогда получается что как здесь получилось ну вы взяли участок а он был допустим годом раньше вот как тут годом раньше здесь было даже еще недавно несколько месяцев назад что было здесь осенью картофельное поле тогда можно не время быстро 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 лопату взял тяпку взял на греб на греб а если этот дёрн десятки лет косить и завозить уже не так это же удобно раз 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 тяпкой несколько секунд посадочное место готово когда много можно особо не стараться здесь то ну я говорю серёжа сделаем аккуратно надо учебно с ним вот поняли да можно 3 а вдруг они еще не проснулись тогда на 3 зернышка видишь хотя бы один зашел год спасен целый год переносить не надо сразу с места пошел это самая надежная вещь на свете а это уже для тех кто хочет стать миллионером да есть такая передача называется кто хочет стать миллионером редко кто у меня я высылал несколько раз по 500 по 500 косточек но это для тех у кого проблемы знаете какие страшные это были это были косточки лечебные назовем не для посадки для посадки ну что один отбросить на всю страну я в Ленинградской области говорит всю эту банку с косточками раздам всем и буду следить чтобы они садили где угодно в скверах где угодно вот есть такой случай но я считаю не менее важно не менее благородно просить свой питомник сразу я приводил пример весной еще росли в лесу это весной допустим весной росли в лесу дикие подвоя яблонева вот переехали за столом примиты вот а через четыре пять месяцев уже проданы по пятьсот рублей и у меня в кармане двести тысяч у человека которого накануне сгорел сад вот это значит что я не был тут и вот таким вот путем подобрать место уклон вот осенью лучше вернее годом раньше лучше вырастить по двое то есть можно уже растить как привод то есть уже урожай получать вот даже из семечка из кусочек абрикоса на четвертый год на пятый уже иметь хороший урожай или продавать сразу весной зашли осенью продаешь или на следующую весну значит получается через двенадцать месяцев вот не исключаю такой вариант но пока желающих желающих пока не находится вот такие дела ребят вот эту фотографию а это моя классика еще раз железо Валерий Константинович не холм не изобретал вот и меня за это пинать не надо железо Валерий Константинович изобрел посадка на абсолютно нетронутую почву дерн посадка ахом по неволе получается и это есть тот самый случай когда полное стопроцентное ну 95% сбережений все подземное царство цело вот а вот это вот альтернатива потому что я видеть этого не могу вот вот это вот представляете ахом ограбили червей полностью убрали все полностью дерево осталось голодным черви голодные дерево голодное а потом ну там-то сложилась система ведь видно деревни молодые да искалечены но еще живые там сложилась целая система там аэрация вентиляция канализация там подземные этажи там жизнь которая вам недоступна непонятно и взять вот так вот научить наткнула виллу три раза и сказала подаем кислород я не могу успокоиться я вам дважды уже показывал а теперь представим себе пенсионера с больной спиной не зря же нас это их реклама эти самые ой разогнуться не может а вот тебя мазь а такое есть да а она что для пенсионера приготовила и вот на такую часть что мы видим нужно несколько тысяч раз ткнуть ягоды подавайки сорок что там происходит я скоро заканчивать буду и опять мало вам рассказал что там происходит туда втыкаются толстые виллы ну червей труда обычно лопаты их рубят на части это нормально ну у них нормально вот еще удивительно что она не потребовала перекопать почву я вначале аплодировал почву не перекапывать рисунок другие она еще лучше придумала кислород подавать и там когда вот эти подземные ходы у меня было желание ну вы их что в разрезе никогда не видели почву в разрезе червю набрали вот они тысячи панагаши и стоит туда воткнуть виллы и ходы уничтожены сразу а потом еще полить его уже потом поливать еще будет а потом еще дожди пойдут все заявлено все нет ничего начинаю отстраивать сначала ну главное работа то она получается уничтожая кислородные ходы по ее понятиям что она что то доброе дело она же не понимает вообще прожить жизнь и не понимать ну вот этот это не самый страшный прием который придуман он не самый страшный ну вот ну вот вот ничего я понять не могу что же это творится ведь рядом стоит человек со стороны он играет роль этого клоуна роль такая подхихикывает и прочее вот и этот ну ему же тоже заплатят он не может сказать что же делать там же черви потом взять и все это уничтожить полностью искалеченное дерево взять и уничтожить причем под медленно наверно медленно наверно медленно наверно все где ваш этот сабль где это дерево когда прошло год или два я не могу иначе то как их остановить а я сколько семь пальцев забнул седьмой по моему Алексей Халисей умнейший мужик вот наши учителя должны быть во всей России свои люди должны быть на всех кафедрах на всех этих самых и учебных учреждениях и НИИ и главное телевидение захватить чтобы вот эти вот мудрейшие вот эти вот существа мудрейшие это земная цивилизация она к месту если их уничтожить остановится жизнь на земле семь миллиардов человек умрут от голода если все таки этого добиться а пока добиваются соляркой уксусом вот муроведуем прочим ядом ну не могут они еще стараются стараются уничтожить что же это творится звериная ненависть в охране сада победила мы паразиты мы уничтожаем они защищают а мы уничтожаем можно закончу на этом нет я кому-то что-то обещал вот я кому-то что-то обещал что-то вы уже видели я иногда не могу выдержать вперед залазим вперед вот это был отдельный фильм пока пропущу это был отдельный фильм понятия не иметь что парша манилиоз цептериоз жамчина филостиктос царствий грибок это симбионты с деревом для них это слово звучит как ересь невероятная как вы родители уничтожить и когда они это пока не поймут какая же от них польза то это надо каналы просто закрывать это надо книги сжигать тетка я вам показывал кусочек книги платоновой чтобы это есть дальше не шла сейчас будет найти еще кому-то я обещал что-то на какой-то вопрос ответить учитель ой извиняюсь научил правильно отпилил а кто делает за это самое просил отпиливать дерево это мы проходили отдельных фильмов вот вы представляете взять старое дерево старое старое которое на ладан дышит и добить его до конца покажите э ты специалист кожа после обработки должна быть гладкой кожа ты же камби последний если там он был уничтожил чертовой матери голая древесина что ты творишь то а вы знаете я опять на крик потому что видеть это спокойно вот это видеть спокойно это ради того чтобы это снять сделать статью так пропускаю проблемы проблемы сейчас что-то еще очень важно почему не плодоносит абрикос так ты хотя бы фотографию то укради абрикосы хоть мое люди любуются на персик кстати тоже изувеченный почему не плодоносит если ты персик от абрикоса не отличаешь до какой хера ты лезешь Ленинградская область Лена Александровна привет господи вся надежда на тебя вот получит кандидата наук как тебя протолкнуть или ты так же о тебе скажут так Лена Александровна поздравляем ты ведущая центрального телеканала зарплата будь здоров вот так значит вот тебе сценарий ты берешь подходишь к дереву прошло много лет люди уже забыли один из ценнейших советов вот а ты уже у тебя погоны ведущие вот а сценарист тебе говорит кто тебя спрашивать то будет что ты это самое ученица железного и много знаешь кто тебя спрашивает вот ты берешь набор ядохимикатов подходишь к дереву и начинаешь проклинать манилиоз прошу и прочее что получается при этой власти тебя ловить нечего ты же этой дурью не будешь маять правильно ой боже мой ой боже мой вот это называется лечение да 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 это лечение вот надо сделать такую рану и это называется лечение спасаем дерево спас опять хочется ну что пусть сегодня 10 минут я не договорил почему да потому что у меня давление сумасшедшее после всего это глядя вот на это вот нет но я не виноват я фанатик я ненавижу тех кто вот это вот романс константинов а вылечил вылечил представляете это дерево абрикос мой не надо его лечить оно уже вылеченное полностью и в этом году дало выражать то ли 20 или 30 ветр и еще лечить не хватало если вот это все замазать а не дай бог еще ободрать как выше было не то что 20-30 ветр не было бы ни одного плодика вот здесь пень бы торчал я специально пошел в лес специально что ж там никто не замазать эти рамы это нормально дерево растет это как кожа у змеи он сбрасывает старую кожу вот здесь появляется трещина а в них уже молодая кора вот она не нравится вот еще похоже на морозобой но для дерева это сосны плевать и хотела на эту морозобой представляете лесника бы сюда с этим садом варом или с дерьмом коровим как учат берем все это вырезаем все это представьте себе ну типа того его переучили опять матом переучили человека и он учил свою очередь ну в лесу то это вы можете одеть что ж лесник то не подошел к нему не вырезал это все и не замазал этим короем дерьмом это мое это снова лес вот так хоть в моем саду вот приглядитесь внимательно это дерево которое сбросило старую кожу вот и мое сбросило старую кожу и мое сбросило старую кожу вот это то можно в этих учебниках чтобы это рассказывали эти самые ведущие ну те то ведущие же они же скажут сразу эта щетка по металлу это в лучшем случае а там же еще и страшнее есть ведь это же не я придумал это же не мой какой-то фейк все сдох и и и и и